Вот кроме идеи Гачи-радио, у Литкина слюнка спрашивает, когда ждать Гачи-радио, какой трек для вас самый классный? Ну, у Ильи выиграл, по-моему, Нурминский с этим, валим на гей-пати. А я вот даже не знаю, типа, ну, мне Газманов нравится, типа. Обещал продюсер Иванов нам Ван Даркхолма привезти, организовать Гачи-вечеринку. А, то есть все-таки они договорились, видимо, с Веном, что пойдешь? Я надеюсь, конечно, но если Брикус отступит, реально приедет в Ван Даркхолм, я даже костюм себе куплю кожаный и приду на эту вечеринку, как бы, в кожаных штанах. Ой, а у тебя как будто нет костюма кожаного, кому рассказываешь? Ну, ладно, ладно, есть, но в любом случае, как бы, вот меня бесит, короче, что каждый раз, когда меняется женщина, нужно, хотя ладно. Я понял, о чем ты, я понял, о чем ты. Тот тоже пиздец бесит, но да ладно, да-да-да-да-да. Можно было бы изрядно сэкономить, но да ладно. Да-да-да, блядь, вот хули эта брезгливость-то, я не понимаю, откуда она берется? Помыл, блядь, и нормально. Мы как бы не жалуемся, а это все. Жаль, вот у нас нет с тобой, если ты понимаешь, о чем я. Вот мы бы их мыли, держали бы в порядке. Сначала надо сходить на вечеринку Ван Даркхолма, понимаешь? Мне кажется, он нас может наставить на путь истинный. Ну, это в Москве наверняка, я вас знаю. Я сказал, я сказал, что в том же отеле... Я сказал, только в Питере, потому что в Питере придет интеллигенция, блядь. А в Москве нас еще и отпиздят за такую вечеринку. То есть тут надо осторожнее быть. Как бы просто меняем маргиналы на Ван Даркхолма и организовываем вечеринку где-нибудь в питерской гостинице. Я говорю, было бы смешно в том же отеле, где была сходка маргинала. А теперь, типа, вечеринка Ван Даркхолма, чтобы там... Там нормально, там было кайфово. Но проблема в том, что, я говорю, это стрёмная идея. То есть в Питере народ проще к таким вещам относится. А то прибежит Милонов, блядь, начнет святой водой в нас брызгать нахуй. Так он же в Питере, блядь, и обитает. Он же депутат питерского ЗАГС-собрания. Я думал, он... Ну ладно, тогда я не знаю. Тогда может вообще куда-нибудь переместиться вообще в какое-нибудь другое место. Слушай, ну у нас же закрытая вечеринка, а не общедоступная. Поэтому идет Милонов нахуй. Он заплатил, допустим, 10 тысяч рублей. Ты думаешь, Милонов не заплатит 10 тысяч, чтобы попасть на гей-вечеринку? Я думаю, он не раз платил 10 тысяч рублей, чтобы попасть на гей-вечеринку. Ну и пусть тогда тусит на общих основаниях. Согласен, но, блин, надо отобрать у него тогда все бутылки, которыми он может обливать. Там яйца, которыми он может... Да, он же вечно чем-то таким вонючим раскидывается. Блин, они прямо типа это... Любят это дело. Энтео тоже любил всякую хуйню и обливать, блядь. Ну, вообще... Дурацкая привычка, я считаю, на самом деле. Пришел, бля, веди себя прилично, неважно в каком месте, так сказать. Ну, мы, короче, это просто его как-то не будем подпускать к Вану. Может, охрана какая-нибудь там, типа, пускай, просто посмотрят, как удовлетворить свои скрытые желания. И, да, двигать дальше. Нет, портить нам вечеринку Ван Даркхолма, это... Ни один депутат такой не сможет. Мы не простим. Да надо просто нашего депутата Василия Максимовича позвать, чтобы он тоже присутствовал, так сказать, и... Хотя, нет, что он согласится. А потом с Веном в баню, знаешь, что-то. Да, показать Вену русскую баньку. Тогда вообще Милонова с собой, знаешь, типа. Не-не, ему, конечно, не мешало бы иногда принимать, как бы, ванны там, но... Лучше его вообще не приглашать, скажем так, и лучше бы, чтобы он не приходил, чтобы все прошло чинно и благородно. Надо дождаться, когда у него какой-нибудь отпуск будет или что-нибудь такое, чтобы прям, ну, уверенным быть в себе. Пусть русских патриотов на этой вечеринке представляет, не знаю, там, погром какой-нибудь, например. И он спокойный довольно-таки, так что нормально будет. То есть он нас защитит, вывесит имперский флаг, снаружи Милонов увидит и такой... Типа не может зайти, знаешь, пока его не пригласят внутрь, как вампиры. Да, да, это как круг, который там это... Забыл, как звали персонажи Вии... Как же его, господи... Леонид Куравлёв, который вот, в общем, как он сделал, измело круг, и никто не мог в него зайти. Кроме Вии, главное, вот. Что немного убивает логику. Да, да, блядь, ведь наверняка же есть какой-нибудь настолько отвратительный персонаж, который вот равен Вию, который может прийти на... Например, Рыжий Тарзан, блядь, какой-нибудь. Он же постоянно разгонял то шлюх, то ещё какие-то там мероприятия. Его вроде выпустили или нет, я не знаю. Выпустили, выпустили, а он опять дерётся, опять записывает обращение. Ну и я буду ждать его в новых роликах Стаса Борецкого. Я так полагаю, что... Давно не виделись старые друзья. Да, Илья, обещал завязать с постиронией, и вот сорвался вообще моментально. Это просто кошмар какой-то. Не знаю, по-моему, сейчас я был максимально серьёзный. Тебе нужно пояс верности постиронии какой-то надеть на тебя и ключиком застегнуть. Почему ты пытаешься оградить себя от мысли, что мне действительно нравится Вероника Степанова и её видео было? Почему тебе не нравится эта мысль? Почему ты пытаешься как бы... Ну, она мне не нравится, поэтому, видишь, я такой типа... Что она сделала? Она сказала, что ты гей? Наверняка. Ну, я не уверен, но я думаю, что-то она про меня точно сказала. И ничего хорошего. Но меня поразило то, как ты беспокоен тем, что чувствует женщина, и что она анализирует в момент, когда ты заливаешь, так сказать, свои сливки. Это показывает тебя как заботливого и доброго человека, кем бы ты ни пытался казаться. Да, заботливый, внимательный. Настоящим подонкам наплевать вообще, в принципе. Может анализировать, сколько влезет. Может хоть мультики в голове, блядь, перематывать какие-нибудь детские, которые у неё в памяти отпечатались. Мне вообще всё равно, типа, блядь. Ты такой ебать, она же будет анализировать. Да ну и не похуй ли, ёпта. Я помню, кстати, у меня даже одна девушка сказала, что я действительно внимательный, когда занимаюсь любовью. Потому что я разглядел у неё на заднице прыщик. Ничего себе. В темноте. Да. В темноте? Угу. Ну ты, конечно, любишь жопы изучать. Ты прямо это... Ну что, блин, а ты не любишь, что ли? Ты меня подсадил на это, кстати, между прочим. На изучение жоп? Конечно. Я всегда был... Всё это началось, когда я тебе первый раз приехал тогда в коммуналку и спросил, зачем у тебя клизма стоит на полке. И ты мне рассказал, и с тех пор я тоже, типа, ну, открыл для себя вот этот мир жопы. И теперь меня больше ничего не интересует. Эх, Илья, если бы я знал, я бы ту клизму-то сохранил, наверное, при переезде. Она бы... Была рядом с моим портретом или что? Да, да, да. И когда-нибудь ты бы зашёл, увидел её и такой, типа, я всё понял, типа, я всё понимаю. На самом деле, на самом деле, этот случай испортил мою половую жизнь. Поставил практически коричневый крест на всём. Ну, тёлки обычно вообще не особо тепло принимают любые какие-то изменения в сексуальной жизни. Потому что, как мне кажется, все крутые изменения придуманы для мужчин. Все эти всякие клизмы, анальные сексы, костюмы, блядь, гачевские, блядь, всякие анальные пробки. Чтобы разобраться в себе, а не Вероника Степанова. Мне кажется, вот когда Вен приедет, тогда мы поймём, что на самом деле... К чему на самом деле лежит наша душа, так сказать. Ну, только с Веном. Мы войдём с ним в этот лабиринт и... В этот данжен. В этот данжен, да. Мы войдём с ним в этот данжен и выйдем. Трое вошли, трое вышли! Данжен Мастерс! Следующий донат. Голубизна, сперма, говно. Голубизна, сперма, говно. Виталий Милонов... Я предлагал обсудить коммунизм в космосе, но ты быстро сказал, что это хуйня и начал затирать про бомжей и прокал. Как думаешь, когда человечество покорит космос и терморфирует другие планеты, на этих планетах коммунизм возможен и будет ли он космическим? Конечно, он и на нашей, возможно, планете. Он абсолютно реален о чём-то. Иначе зачем так много коммунистов сидит в интернете? Конечно, они планируют как-то что-то построить, я думаю. Ты видел самый главный анархо-коммунист, коммунист России, Украины, СНГ, наверное, Айтипедия? Какую прическу отрастил? Стильная прическа, стильная. Я прям... Ну, только почему ты назвал его анархо-коммунистом? Не знаю, просто так. Вообще, я даже понятия не имею, какие у него взгляды. Единственное видео, которое я видел, это где он блины готовит. А, сосиски жарил. Блины готовил ванамас из муки и воды. Да, это были не блины, это был нищий пирог, блядь. Или как-то так, типа, ванамас его назвал. Хуйня, конечно, получилась. Ну, реально, нищий пирог, просто блевота какая-то пожаренная, нахуй. Ну, там, клейковина, как он это назвал, текла, так сказать, из блинчика. Мне интересно было это посмотреть. Так что мои навыки готовки не сильно отличаются.